Так, вы, получается, директор, да, вот этой стоянки? Да, какой вопрос у вас? Ну, смотрите, мы с управления уголовного розыска, вот в присутствии со мной следователь, нам надо описать стоянку, здесь у вас произошло 159-е, покушение на мошенничество, наверное, вы слышали что-нибудь, да? Нет, не слышала. Заявитель? Кто заявитель? Объект проводил. Ну, мужчина-заявитель. Нет. Так, что за мужчина? Женщина. Женщина-заявитель? Женщина-заявитель. Так, что произошло? Расскажите, пожалуйста. Сейчас я вам дам трубку следователя, вам поподробнее еще объяснится. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Младший Александр Тюйстит, Сежилайкин. По уголовному делу нужно описать данную стоянку, что да, действительно она существует здесь, и, соответственно, написать сколько здесь этажей, машин и так далее. Так, уголовное дело в отношении меня? Так, сейчас вам подскажу. Секунду. У вас в отношении неустановленного лица. Подождите, а как вы можете в отношении неустановленного лица на моей территории что-то описывать? Ну, как-то я не поняла. Можно мне как-то ознакомиться? А кто заявил? Кто заявил вообще? Сейчас, секунду. Так, понятие установленного лица в отношении неустановленного лица. Бабы, прекратим, пожалуйста. Не могу. Ну, как вас? Людмила Ивановна, пожалуйста, не лезьте. Не надо, почему не лезьте? Потому что за 13 лет человек работает. Почему это ваше объяснение не понимает? Почему это не? Почему это не? Почему это не? Почему это не случилось? Алло. А у вас фамилия Шатпакова, да? Верно. А что сейчас происходит? Расскажите, пожалуйста. Да, вот смотрите, тут получается, как вот я так понимаю, меня просто вызвали сюда, здесь следователь. Здесь, получается, как-то было покушение на мошенничество. То есть кто-то хотел вашу стоянку, я так понял, выкупить. Это же ваша стоянка. Никто, я никому ее не продавала. В чем дело, я не могу понять. Поэтому и тут есть, что здесь мошенничественные действия произошли в неустановленное лицо. Лицо не установлено. То есть это было... Это заявитель кто? Материал у вас в проверке, что ли? Или что вы проверяете? Материал уже завели в уголовное дело, потому что оно... А кто заявитель? Не установлено лицо. А заявитель сейчас выясняет следователь. Ну, у вас, наверное, есть какие-то документы на руках? Вы на основании чего собрались что-то там осматривать? Должно быть какое-то постановление. Вы с чем пришли? Ну, постановление у следователя еще есть. Ну, меня как-то можно поставить в курс дела? Я не всегда нахожусь на месте. Ну, вот я не всегда нахожусь на месте. Мне сейчас надо какое-то время, чтобы доехать. И вы как-то вот могли бы набрать, раз у вас мой номер есть. Нет, откуда свой номер? Вы видите, с какого я звоню номера? Ага, то есть найти не трудно, да, было? Да. Расскажите, кто заявитель-то? Сейчас, сейчас он звонит следователю старшему, он сейчас узнает, кто заявитель. А как вы без документов пришли? Вот вы на основании чего пришли? Вот без всяких документов? Не пойму. Кто? Вебер. Вебер – заявитель. Знаете такого? Вебер – это прошлый собственник. Прошлый собственник. Ну, вот он заявитель. И что у него? Какая претензия? Ну, он якобы хотел выкупить, да? Он вообще банкрот, он на это имущество не имел никакого права. Я купила этот объект с торгов, вообще даже не у него. То есть вы давно еще купили, да? Ну, я приобрела. Ну, вот, короче, он заявитель, и считает, что что, мошенниче действие не добыли, да? А что нужно от моей стоянки тогда вам? Просто описать эту стоянку, что она здесь реально существует, просто это надо потерять. Ну, я не готова, мне нужно с адвокатом это согласовать, и постановление, на каком основании вы пришли. Просто так это невозможно сделать. Это незаконно. Да это просто осмотр местности. Ну, я не согласую. Здесь не изъявите, здесь ничего нет. Здесь просто осмотр места происшествия. Основание какое? Основание. Это уголовное дело, я же вам говорю. Ну, как это? Уголовное дело в отношении установлено, а так, что взять 9. Ну, вы можете приходить, что, на любую территорию, на основании любого уголовного дела должно быть какое-то постановление, распоряжение. Уголовное дело, в рамках уголовного дела мы имеем право явиться на любую территорию города Энгельса, Энгельского района, и, то есть, ну, взять совместный какой-то протокол осмотра происшествий и так далее. Так у меня там никаких происшествий не происходило. Ну, понятно, что у вас не было, но мы же должны в материал уголовного дела внести, и вот этот осмотр, что эта стоянка просто существует, и все, здесь больше ничего не надо. Здесь просто осмотр, что она существует. Все. Ну, на территорию я вас пока не готова запустить. Назовите еще раз свою фамилию, пожалуйста. Как у тебя фамилия? Живайкин. Живайкин, лиценант пустит. А ваша фамилия? Моя фамилия Барков. Барков? Да. А имя? Руслан. А вы из какого подразделения? Я из убойного отдела криминальной полиции. Понятно. А что, у нас кого-то убили? Причем здесь криминал? Нет, просто нет людей, поэтому вызывайте Ольгой, у кого попало. Очень интересно. А постановление подготовьте, пожалуйста, чтобы я могла с ним ознакомиться. Ты сделаешь его? Ну, постановление будет готово. Когда? Когда ты его сделаешь? Ну, через сколько? Сейчас. Ну, через час мы сделаем постановление. Ну, значит, через час и встретимся. Через час вы сюда подъедете, да? Ну, как постановление у вас будет готово, так и встретимся. Все. В чем этот номер, этот ваш возьмем, который у вас здесь записан? Возьмите. Все, тогда через час он как постановление будет, мы подъедем.